Самый первый веселый карагод прошел в 1992 году. В три этапа проходят состязания народных ансамблей. Внутришкольный, районный, лучшие отправились на область. Гостей со всего региона встречает Дом культуры железнодорожников. Очень приятно, что сохраняется традиция именно фольклорного русского народного творчества, истоки творчества. Потому что наша область очень большая и приезжает и к Украине, и к Белоруссии. Поэтому и диалект, и костюмы. Из года в год конкурс набирает до 600 участников в трех номинациях. Младшие, средние и старшие школьники. Свои номера представляют детские дома, школы-интернаты, кадетские корпуса. Среди участников есть и дошколята. У нас участвуют 33 коллектива, будет сегодня, и 32 солиста. Это самое большое количество сегодня. С каждым годом увеличилось оно. В прошлом году было 25, я помню, было. А в этом году уже где-то на 10 больше. И солистов 20 человек. Поэтому очень популярное творчество, и оно сохраняется. Мы являемся постоянным участником этого конкурса. Он замечательный, потому что очень подобран высокопрофессиональный член жюри. Всегда мы являлись лидерами этого конкурса, всегда занимали призовые места, очень довольны. И призовые места занимали по той простой причине, что детям очень нравится заниматься тем, что они сегодня показали на этой сцене. Из всего русского фольклора на сцене немало внимания брянскому. Учитывая географическое положение, он у нас разный, колоритный. Некоторые песни пришли к нам с давних времен, от наших бабушек, дедушек, которые пели в прошлом. А какую песню к нам будешь петь? Ой, матушка-головушка, балет. Это брянский фольклор? Это чисто брянский фольклор. Веселый карагут в этом году получился самым массовым. Говорит это об одном. Жанр не угасает, как интерес к русской культуре, русской песни. Андрей Помошин, Евгений Седачев. События. Брянск.